Добрый день всем! Мы с вами снова продолжаем чтение книги Равашкина Зима Нитру «Тайна еврея». Мы уже в конце, скажем так, первой части, хотя еще там осталось довольно много интересного и очень важной вещи, которые на самом деле очень важны для нас, потому что он разбирает на примерах поколений, которые очень скупо описаны в таре. Буквально несколько слов о каждом поколении, тем не менее, опираясь на имена, на всякие намеки и медраши, которые есть, Рав находит в каждом поколении причину того, что это поколение не смогло выполнить свои задачи, привести мессию в этот мир, исправить поколение Кайна. В данном случае мы будем говорить, а сейчас постепенно перейдем к этому, будем говорить о династии Шеттал уже, задачи, которые, в общем, есть влияние на все остальное человечество. И мы в прошлый раз, я хочу добавить, потому что мы говорили в прошлый раз, какое-то у нас было непонимание в отношении этапов, если вы помните, он говорил, что и куда это четвертый этап? На самом деле, если подумать, я еще посмотрела в нескольких источниках, и дальше уже ясно из самого контекста, что об этом идет речь, что, в общем-то, имеется в виду не что-то мистическое или баллистическое даже, а имеется в виду переход от прадцев к народу. Потому что первые три этапа – это этапы прадцев, о которых, собственно, и говорилось в контексте. То у них были, так сказать, определенные одни задачи, а начиная с якуды – это уже народ, и у него другие задачи. То есть три прадца – это три первых этапа, а начиная с якуды – это уже народ Израиль, и это четвертый этап. И у него, у народа, как у народа, у него уже по-другому строится его задача – воспитание человечества. Не так, как то, что у прадцев, может быть, не стояло в первой очередной задаче. У них было создание народа. Это, в общем, то, о чем шла речь. Это я хотела добавить к тому, что мы говорили раньше. Мы продолжим сейчас читать с той точки, где мы остановились. Мы говорили… Это то, что не нужно, это я себе записала. Народ Израиля все еще ждет остальные народы. В народе Израиля существует два противоречия другого подхода к вопросу, какое отношение к народу мира желательно и правильно. То есть об этом еще, кстати, есть у Рава Кука комментарий про продажу Иосифа. Его мысль, она во многом параллельна тому, что говорит Рав Ашкеназий. Рав Ашкеназий тоже представляет позицию братьев и позицию Иосифа. Похоже на то, что говорит Рав Ашкеназий. Но мы сначала, наверное, прочтем его объяснение, а потом я немножко скажу, может быть, о том, что Рав Ашкеназий говорит. Мессианское измерение, выражающееся в Игуде, Машех, сын Давида, это вот через Игуду Машех приходит к Давиду и, в общем, должен родиться от потомков Давида, и поэтому называется он Давидом. И он действует через меру суда, заключенного в царстве. Как говорится, Медат-1, Шабел-Мархуй. На самом деле, если мы посмотрим на дерево Сафирот, это средняя линия. И Исод, и Малхуй, они как бы соединяют в себе и Дин, и Хесед, то есть суд и милость. Но то, что подчеркнуто Машех, сын Давида, это как раз Медат-1, с точки зрения, с объяснением Рава Медиту. Он стремится немедленно добраться до финишной линии. То есть его не волнуют всякие детали. Иуда и его братья считают, что история потерпела неудачу. Они чувствуют, что попытались выполнить свой долг. Однако народы мира происходят из корня Каина. И у них нет никаких шансов на успех, даже если они приложат еще больше усилий. С точки зрения народа Израиля, потомки Авраама, Ицката, Якова и Игуды заканчивают на этом подготовку к самому внутреннему мусианскому. Только в народе Израиля. То есть мы внутри народа Израиля должны построить идеальное общество, и тогда пускай другие народы захотят присоединяться, захотят возьмут пример, не захотят, не наши заботы. Это вот такой подход. Во всяком случае, у Рава Кука, тоже потерпнута точка зрения Игуды, что Игуда и братья остальные, кроме Гусефа, считали, что исправлять человечество нужно, исправляя себя. И, между прочим, это очень действительно очень серьезное соображение. Например, воспитание детей. Одна из самых важных вещей – это воспитывать себя. То есть поскольку дети, они учатся на примере. Мне тогда отец ему говорит, читая длинную лекцию о том, что, например, брать нехорошо, и тут же ребенок видит, что зовут отца к телефону, а он маме говорит, скажи ему, что у меня нет дома. Это разрушает любое воспитание. Это очень примитивный пример, классический совершенно. Это показывает, что на самом деле человек воспитывается, маленький человек, когда растет, например, то, что он видит вокруг себя, он из этого строит модели своего поведения. Поэтому это совершенно не пустое высказывание. Это важно. И это на модели народу, представление югуды. Мы построим царство Божие внутри одного народа, а дальше другие увидят, восхитятся. И об этом, собственно, прямо сказано вторым. Сказано, что народ увидит какой-то умный и правильный этот народ и возьмет с нас пример. Согласно этой точке зрения, Машеих может прийти на этот этап порождения в аспекте Дней Машеиха на земле Израиля. То есть они думают, что мы вот сейчас придем в Мессию, мы внутри себя можем достичь цели творения идеального братства, осознать это братства. Мессианское измерение, выражающееся в Месехе, Машеихе, сына Юсепа, действует через мир милости, заключенной в царстве. То есть Медат Ахезеша Баманху. Он терпеливо ждет, пока не завершится подъем всех народов мира. Позже мы обсудим это, рассматривая рассказы о югудеи Юсепе. А пока упомянем лишь то, что Юсеп готов дождаться конца всех поколений, чтобы спасти мир. Когда Юсеп начинает мечтать о спасении народов, его братья осудят его на смерть, поскольку на этом суде и худые его братья, именно Юсеп идет против течения. Сам Малик появляется из-за чрезмерного терпения Юсепа. Цель Юсепа состоит в том, чтобы поднять все искры, находящиеся в изгнании. Но когда приходит время выйти из изгнания, Юсеп должен преодолеть свое качество. А если Юсеп поддается своей природе и остается в изгнании, пробуждается обвинитель, ангел Амалека, который утверждает, что народ Израиля хочет остаться в изгнании ради собственного блага, а не ради выполнения божественной миссии. На основании этого Рава Шкин-Ази объясняет причину катастрофы в нашем поколении. Духовные лидеры видели конец изгнания, но предпочли остаться в изгнании, хотя божественное присутствие Шхена вернулось в землю Израиля. Вот тут вот это тоже. И было в конце книги вот эта статья, которую я пыталась перевести, но все-таки, наверное, переведу не в этот раз. Рава Шкин-Ази тут говорит, что они осудили его на смерть. По Раву Гуку, они даже не осудили его на смерть. По Раву Гуку, он говорит, а, ты считаешь, сказали братья, что нужно действовать на народа изнутри? Ну, пожалуйста, вот мы тебе продадим дегид. Куда? Вот и действуй там. Это Рав Кук приблизительно. Приблизительно. Очень примитивно объясняют, конечно. Это надо прочесть эти статьи целиком. Когда читаешь Раву Гуку, ты понимаешь все гораздо глубже, чем если это пересказывается в двух словах. Как бы оно не было близко с точки зрения идеи, тем не менее, чтение текста, оно дает гораздо больше. Но мы сейчас не с Раву Гуку. Если будет запрос, я могу эту его статью пересекать. Вопрос, что могут ли народы воспринять идеи нравственности и братства и спастись. Удастся ли народы Израиля воспитать мир в духе братства? То есть мы видели сейчас две линии. Одна линия, говорят, мы будем воспитывать народы через собственный пример. Линии Гуды мы приведем Маше в одной отдельно взятой стране, в одном отдельно взятом народе. А Ессеев говорит, нам нужно заботиться о всех народах. Так кто же прав? Ваше мнение? По-моему, это прекрасно объясняет всю историю последних тысячелетий. Вот эти две линии, их баланс, то одна, то другая. И теперь все понятно. Так оно все и происходит. Ну, и кто же прав? Так, ты хочешь сказать, что две линии важны? На самом деле. Ну, получается, да. А как это? Есот и Малхут. Как без чего-то одного можно обойтись? Никак. Одна суд, другая. Милость. Ну, конечно, верно. Конечно, верно. Но вот мы иногда видим, что, например, то, что сказано в примечании, оно как раз подразумевает, что это еще меняется со временем. То, на что ты тоже намекал, что этот баланс, он происходит, протекает на протяжении времени, и он меняется. Так, Джусеп прекрасно, замечательно. Мы все там непонятно, каким образом влияли на народ, пока там были в изгнании, влияли больше, влияли меньше. Что-то мы там делали, не случайно нас туда послали собирать искать. В какой-то момент, оказывается, хватит, ребята. Вот возникает, как он говорит, ангел Малета, который обвиняет людей в том, что они там ничего не собирают уже искать, а просто ради собственного благополучия, без других каких-то соображений они там находятся. И поэтому, не то, что эта задача совсем исчезла, весьма возможно, что очень важно временами спускаться в голубь евреям и подбирать те искры, которые еще не подобраны, и разжигать их из искры, вы говорите, пламя. И избежим этих лишних ассоциаций, хотя они напрашиваются. Но, тем не менее, главное пламя, оно горит сейчас в Израиле. И это должен почувствовать Иосиф тоже. А иначе Амалек начинает действовать. Ну да, проблема в том, что нет взаимопонимания между линией Иосифа и линией Иуды. И про это говорится как раз во вторе главы Ваигаш. Что в конце они соединятся. Что возьму жезл на одном, напишу Иосифа, и они соединятся. И вот именно тогда как раз и будет полный баланс. А пока как бы как две ноги. То одна, то другая. Это чуть-чуть отстало. Ее там сзади подтолкнули. Ну да, в общем-то мы это видим и в Танахе все время, в книге царств. Что центр культа, служения, веры, морали даже, он находится все-таки в Ихуде. А Израиль больше подвержен общению с другими народами, перенимает от них что-то. Может быть он и пытается как-то повлиять, но мы не видим, чтобы это влияние очень сильно хорошо работало. Но тем не менее, вот так вот почти все время есть напряжение между Израилем и Иудой. Краткие моменты союза. Это тоже наши мудрецы, Танах из английской книги. И книга царств, и книга Девреемим. Я не считаю, как ее произнести на русском. Параллель. Параллель помина. Да. Они осуждают этот союз. Конечно, Девреемим более однозначно осуждает его. Потому что он должен все точки над Ирой оставить и объяснить, почему пришло такое наказание, почему такое, если какое наказание. И он считает, что даже союз с Израилем, таким неисправленным Израилем, он для Иуды неправильный. Но это проблема, потому что это все-таки наши братья. И вот было такое, почему Хискияо, да, Бедрашей говорит, Всевышний хотел сделать его мошей. Так вот усилие Хискияо было как раз собрать всех снова. Но у него тоже не было. Ладно. Это экскурс в историю был. Действительно. Потом, 2000 лет издания, мы как бы по нашей, не по нашей воле уже находимся в положении Юсефа, который может влиять только изнутри других народов. Но действительно, сегодня все сильно применено. Значит, собраны не все искры, мы же не видим, сколько искр осталось, да, Всевышний видит. И поэтому процесс замедляется, замедляется как раз и соображение милости, чтобы еще там кого-то спасти, еще кого-то присоединить. Ну, да, но при этом существует, я думаю, что реально существует это напряжение, о котором говорит по скриптам на темнение Рави Маниту о том, что Юсеф остается в Галуте. Вот евреи, которые остаются в Галуте, в этот момент, когда действительно мы подходим к последним временам, когда, в общем, никуда, когда сын Давида, Маше, он должен появиться в земле Израиля. Возникает проблема, что, как быть, действительно, конечно, какие-то искры остались еще. Ну, что там делать евреям? Может быть, их должны собирать народы мира уже сами? Если никто больше ничего не хочет добавить, то мы пойдем дальше. Юсеф готов предоставить человечеству бесконечные возможности. Пока вы не исправитесь, мы будем ждать. Прямо долго в терпевке, как только можно себе представить. Он хочет воспитывать его, поднять из него все упавшие искры, выражаясь языком каббалы, поднять из местного царства Египта. Ради этого избавления он сам спускается в Египет и заставляет спуститься вместе с собой всех своих братьев, сыновей всего народа Израиля. И стал бы он не сам спускаться в Египет, но спустили, но это не так уж важно в данном случае. Важен процесс. И вот Юсеф спускается в Египет, и он, собственно, действительно оттуда. Там, после всех перипетий, которые с ним там происходят, подъемов и спусков, он остается там, и он там видит свою миссию. В конце концов, возникает конфликт между ним и египетской культурой, тем не менее. Окончательный приговор этой культуры к каинам выносит Муше бен Леви, сын фараона. Пуск Юсефа в изгнании не был наказан. Мне же приводится выдержка из интервью с Равомашкин-Азид в газете «Бецелем». Вопрос. Можете ли вы объяснить в рамках нашей газеты, в чем была важность рассеянной народа Израиля среди народов? Ответ. Очень распространенный подход рассматривает изгнание как наказание за оставление Тары. Однако этот ответ вызывает сомнение. Ведь уже было сказано Аврааму. «Знай, что пришельцами будут потомки твои, в земле нет своих». То есть модель изгнания – это египетское рабство. И про это египетское рабство сказано заранее, совершенно не в связи никакой, а с тем, как будет себя вести. Есть еще Медрашин. Но не сказано, что целью этого ухода из земли Израиля является наказание. Бог бы мог и объяснить Аврааму. Авраам спросил, откуда он может знать, что у него достаточно заслуг для того, чтобы его потомство стало народом Израиля. Таков смысл его вопроса. Как узнаю я, что буду наследовать ее? И ответ Всевышнему таков. «Знай, что пришельцами будут потомки твоих земля не своих. Твое потомство уйдет из своей земли. И это знак того, что у меня есть особая израильская сущность». То есть израильская сущность выражается в том, что они должны были уйти из своей земли, заняться подъятием иск из Египта. То есть тогда это было важно. И потом, когда первое возрождение первого храма, второго храма, я скажу, что не было грехов в Израиле. За которое они могли быть изглинены. Но есть и более высокая, более глубокая причина России. Есть необходимость влияния на другие народы изнутри. Поднятие иск, то что называется. Есеф называют Есефом праведником. Вот только его стремление к милости несколько преувеличено. В соответствии с его подходом, история может продолжаться сколь угодно долго. Пока она полностью не достигнет своих целей. Однако нам трудно принять ту цену, которую народ Израиля должен заплатить за эти неудачи. Ведь до сего дня история показала вам целый ряд воспитателей подобных Есефов. И все они без исключения терпели неудачу в каждой культуре и в каждом царстве. Такой распространился мем в интернете. Я видела. Всевышний, может быть, ты выбежи какой-нибудь другой народ. Уже хватит. А он говорит, ну какой? Ну, кого не жалко. Цена велика. Трудно это принять. Народ Израиля извлекал искрой святости из народов мира. Но цена этих искр была слишком дорогой. Поэтому братья осудили Есефа на смерть как предателей. То есть они представляли себе, что это стоит. Такое свойство на языке каббалы называется чрезмерным свойством. Чрезмерным свойством называется? Нет, второй, по-моему, последний. Да. Равочкин Нази подробно рассказывал о связи между продажей Есефа и его братьями и поступками Авраама. Нет сомнений в том, что такова ситуация, которая осуществилась в действительности во время продажи Есефа, как толкует Раша в разделе ВСШ в стил. И послал его из долины Хевронской. И послал его из долины Хевронской. Но ведь Хеврон на горе, как сказано, и поднялся на юге, и дошел до Хеврона. Ну, действительно, мы знаем, что Хеврон на горе. Может быть, Раша должен был выучить это стихо. Но фактически география нам тоже выходит. Однако здесь это означает, исходя из глубокого замысла праведникова, погребенного в Хевроне. То есть Авраама, в исполнении сказанного Аврааму при заключении завета между частями рассеченных животных. Ибо пришельцами будут потомки твои. А правильное объяснение этих вещей можно найти в комментарии Клейкар к этому месту. Как утверждали наши мудрецы, святой Благословенный сказал Аврааму, что ты предпочитаешь, чтобы твоих потомков присудили к гейном или к порабощению царства. Какой выгод. То есть, как был выбор? Если так, то такой был замысел Авраама, который выбрал порабощение царствами вместо гейнома, который называется глубокий преисподний. То есть, почему гейном? Это просто означает, это же не такое место, где можно было подумать, грешников жать на сковородке или что-нибудь. Это место, где находится душа человека после смерти, с тем, чтобы она могла исправиться тем или другим путем. Это означает, что Всевышний сказал, я так понимаю, во всяком случае, ваша задача спуститься в Египет, поднять искры. Ваша задача исправлять народу. Если вы не хотите его помнить, очень жалко. Вернётесь в Египет, но будем исправлять вам ваши души, которые вы не хотите. Из-за того, что вы... Есть много ошибок, возможно, во всяком случае, по некоторым комментаторам, которые наши працы совершили. Здесь ошибки, там ошибки, какие-то вещи вращаются, они не являются кардинальными, они являются для нас очень часто уроком, как правильно, как неправильно. Но это вещь, которая является важнейшей вещью в нашей задаче, воспитание других народов, включающие в себя рассеяние. Если вы этого не хотите делать, то придётся всё менять, послать ваши души в Египет, но всё начинается сначала. Хотя, может, я так понимаю. То есть, это вообще как бы не выбор, да? Это просто Всевышний говорит, что вы должны спуститься в голод. Такова ваша задача, задача воспитания. Иначе геном. Да, но в каком смысле не выбор? Есть некоторые вещи, которые человек не готов делать совсем. Геном-то геном. В этой жизни я на это не пойду, представляешь себе? То есть, это выбор в каком смысле. Если тебе говорят, твои потомки будут то-то, то-то, то-то. Слушай, уж лучше пускай, нехорошо так говорить, но можно себе представить себе. Может, лучше пускай они пойдут геном, чем они, с ними будут такие вещи случаться. Я не знаю, какие. Теоретически можно себе представить, что это возможный выбор. Пускай лучше исправятся их души, потом пойдут другим путём. И потом всё закрутится по-новому, может быть, по-другому. Понимаешь, да? Геном – это не кошмар. Это не кара, не отделение от народа. Это какой-то, так сказать, процесс исправления души после смерти. Госян, в случае, так понимается в еврейской традиции. Но это значит, что вы не выполнили свою главную задачу. Тогда ты не выполнишь. Твоё потомство не выполнило свою главную задачу. Ну, и он выбирает выполнять задачу. Так, насколько я понимаю. И как раз мне кажется, что нельзя сказать, что это не выбор. Это кажется сначала какой-то выбор. Или я тебя убиваю, или... Иногда человек даже под знакомство, под угрозой смерти, не готов делать некоторые вещи. Рабушкин себе объясняет. Так же Яков, отец Юсефа, отправил его в Шхен. И от него исходил причина, по которой был продан его младший сын. Ибо отроком он был продан в возрасте 17 лет. Что соответствует гематрии имени Всевышнего, посчитанной по методу малого числа. Не будем это обвлекать, если вы хотите. Или Альтер Газу Бадеров. Так написано в области. Приходе Юсефа в Хеврон связан с делами Авраама. Юсеф, свойством которого является Исон, питается от свойства милости Хеседа Авраама. Однако он перешел миром. Несказанным, где он перешел миром. Он может перейти миром. То есть это путь, который важен, который необходим, который исходит из клана Всевышнего, начиная с Авраама. Тем не менее, может быть так, что только Юсефа выносил потомками, что они переходят мир. И это чрезмерная свойство милости было уже у Авраама. Бедраж говорит, сказал рабе Абалу, сказал рабе Лазар, за что был наказан наш братец Авраам. Тем, что его сыновья были пропущены в Египте 210 лет. Тут идет еще наказание. То есть это одно не произворяющее другого. С одной стороны, это плана Всевышнего. А с другой стороны, есть, насколько наказание. Всегда есть несколько причин. То есть очень часто даже некоторые философы говорят, что такого быть не может. Не бывает двойной причинности. Каждая вещь, если у нее одна причина, а нет двойной. С одной стороны, это же наказание, а с другой стороны, необходимость. Не может так быть. Или наказание, или необходимость. Один очень крупный рак-философ, которого я училась, он тоже с точки зрения придерживается в этом нетрудностном согласии. И он говорит, есть два подхода. Или все происходит естественным путем. Или, как говорит Медраж, над каждым цветочком и растением стоит ангел, который говорит ему, расти, расти. Это Медраж. Или все до последнего секунды, до последнего движения. Все управляется Всевышним. Или все управляется естественным. Не может быть и то, и другое вместе. А мы как раз часто говорим, что да, может быть и то, и другое вместе. Это одно управление, которое скрывает другое. Вася Мудши так Рамхаре говорит. И кроме этого, бывает несколько причин у одного и того же события. Шмоль сказал, за то, что он преувеличил, проверял свойства Всевышнего, сказал, как узнаю я, что буду наследовать. Тебе Бог говорит, ты будешь наследовать землю, а ты начинаешь просить знаков. Ты хочешь знаков? Лучше. Не всегда просьба о знаке – это позитивная вещь. Иногда это может быть недостаток веры. И за это можно получить наказание. Вот это такое, что все, что потомки Авраама, они спускаются в веру. То есть, может быть, эти вещи и связаны. Если бы у Авраама было больше веры, куда еще больше, трудно сказать. Потому что кто мы вообще по сравнению с Авраамом? Тем не менее, вот даже такая мелочь, как просьба знака, ставится ему в длину. Например, в других ситуациях. Мы знаем, например, Гидеон. Тоже все время просил знаки. Какой знак, сухой знак. Он хотел увериться, что он действительно победит. А зачем? Зачем тебе знаки, если все Всевышние обещают? Ему никто это не ставит особо в вину. Это другой уровень, другое время, другие люди. Давай я передам Андрею право или обязанность читать. Итак, эта чрезмерная склонность к милости обнаруживается в различных течениях народа Израиля даже сегодня. И поскольку она чрезмерна, поскольку она доходит до крайности, она может стать губительной. Отсюда и объяснение любви других народов к Йосефу, как к своему настоящему спасителю. Христиане дали имя Йосефу отцу своего мессии. И среди мусульман Йосеф праведник – это центральная фигура, в то время как ягуда – предатель и у христиан, и у мусульман. Поскольку учение Иуды утверждает, что народ Израиля будет для народов светом, исходящим из места этого народа, из Сиона. Как сказано, вот народ отдельно живет и между народами не числится. Получается, что народы мира понимают только милосердного спасителя. Вот эта сторона Йосефа. А вот это ягуду, как бы суд, они его не принимают. Еще один пример чрезмерной милости мы встречаем у Моше, когда он вывел из Египта смешанную толпу по своему усмотрению, наперекор воле Всевышнего. Под влиянием личного внутреннего свойства милости, которое стремится исправить Каина изнутри. Но мы видим, что в момент истины, в момент решающего выбора, сразу после Синайского откровения, эта толпа опускается и возвращается к своей сущности Каина. А также приводит к греху потомков Шета, то есть формирующийся народ Израиля. Стих «Ступай, сойди, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской» – это ключевая фраза. «Ведь Всевышний говорит Моше, извратился народ, несказанный народ, но твой народ, смешанная толпа, которую ты принял по собственному разумению, и приобщил их в качестве празелитов, и не спрашивал меня, и решил хорошо, чтобы празелиты приобщились к шхене. Это те, что развратились и развратили других». Интересно, что я у Бальсулама читал в комментарии к Зуару про то, что то же самое действие, когда Авраам приходит на землю и решает спуститься в Египет. И потом он отдает Сару, фараону, и там он задает вопрос, почему он принял сам такое решение. И говорит, что только так и могло работать исправление, потому что если бы он приказал Всевышний туда спуститься, тогда бы он оттуда не вернулся. Это был бы приказ Всевышнего. А он должен спуститься туда для того, чтобы поднять вот эти искры, вот эти осколки душ Адама, и вот это действие, оно должно быть именно самопроизвольно. То есть он должен сам, без указания Всевышнего, точно так же, как Адам согрешил своей волей, точно так же исправление этого греха должно совершиться своей волей. И поэтому Авраам сам решает туда спуститься, и тем самым он устанавливает как бы путь исправления всех последующих. Точно так же и как Сара, как фараон получил удары, когда у него была Сара, потом они вышли, потом он дал ей все вот эти подарки, и они вышли. Тем самым он проложил уже выход, по которому вышли из Египта уже весь народ Израиля. То есть там говорится, что вот это важно, именно самовольный туда как бы спуск. Но здесь как-то все сложнее и интереснее, да, в чем-то вот эта чрезмерность проявляется. Я хотела, может быть, добавить, на самом деле он же, да, он сам решил, это важный момент, его никто туда не посылал, и даже больше. К Сахаку Всевышний говорит, не ходи, хотя он, может быть, собирался бы, да, он пошел в Град. Но он тоже не потому, что он решил пойти в Египет. Да, он решил, но к этому была ситуация, потому что был голод. То же самое, как и с народом Израиля, с Юсефом, ситуация привела их в Египет, а они бы сами не пошли, если бы братья не продали Юсефа. Тоже неизвестность, то есть, усы был он или нет. Юсеф, которую ситуацию туда привела, он находит там свое место, и он решает, что да, важно всех сюда привезти. Ну, почему? Потому что там голод. Ну, хорошо, голод кончился, но, тем не менее, они там все остаются, да. То есть, это как бы была бы проблема, если бы он решил уйти из земли, которую Богу не брал. Бог сказал ему, выйди из земли своей, в землю, которую я тебе покажу, и он пошел в землю, он по ней ходил, призывал имя Бога и так далее. Он выполнял, как бы, то, что он считал важным именно в этой земле делать. Так что спуск в Египет, это вот как бы вынужденная вещь. Мог бы, наверное, не спускаться, но он как бы почувствовал, что его ситуация вынуждает. Так же, в общем-то, в каком-то смысле и здесь. Но она, эта ситуация спуска куда-то, она всегда чреватна. Например, есть такие люди, которые говорят, я спущусь, чтобы поднимать источник. Это не проходит так. Ты спустишься, и ты там вязнешь в этом мире. То есть, нет разрешения спускаться, чтобы поднять источник. Как, например, на Сапе Цви, который как бы его последователи говорили, что он здесь принял мусульманство, чтобы это не мотивировать. Это не работа. А когда ситуация тебя округлась, это немножко другое. Я хотела вот это подчеркнуть. Я думаю, что ты согласишься. Нет, тут получается, что первый, кто спустился по своей воле, это был Абрам. Правильно, но не совсем по своей воле. Он не мог уйти из земли, которую ему Бог подарил, которую он его привел. Его ситуация принудила спуститься, не по велению Всевышнего. Но по своей воле, да. Но, тем не менее, вынужден. Это как бы сочетание двух вещей. То же самое с народом Израиля. Он вынужден. И то, что он ушел в изгнание, например, потом, в первое, во второе изгнание, разрушение первого храма, безусловно, вынужден. Не потому что мы по своей воле, но вынуждены. Получается, что спуск вынужден, а то, что там задерживаются, и в этом как раз проявляется вот эта чрезмерная милость. И вот это уже ошибка. Он вынужден. И в этом можно видеть знак какой-то, что действительно, если тебя туда спустили, ты должен это реализовать на свою миссию. До какой-то степени. А в какой-то момент, когда задерживаются слишком уже, тогда уменьшись. И вот, на самом деле, если ты помнишь, мы когда-то разбирали с рамшерки, уже не помню, это рамшерки, статья у него была, или это в какой-то книжке. Он говорил, что это важный... Да, мне кажется, мы говорили об этом. Читал лекции одно время. На лекции, как это он сказал. Чтобы взять с собой вот этот народ, вот эту вот смешанную толпу, это была важная задача с точки зрения мошенников. И важная задача с точки зрения всевышленников. Это трудно иногда определить границы. С одной стороны, это было необходимо, с другой стороны, в этом было, по мнению рамма, ашкенозии преувеличенная милости. Меру милости, да, действительно, очень трудно, наверное, изменить. Но... Да, ты помнишь, мы это с рамом мошенники изучали? Нет? Нет. Не, но темы известные мы изучали не раз. Да, так что вот это вот тоже, все это на грани где-то. Спуститься было необходимо, но есть всему границу. Взять тоже было необходимо, но то ли он слишком много их взял, то ли должен был по-другому их взять, как-то воспитать их в дороге. Непонятно. Не совсем понятно. Не... Если бы у всего были ответы, тогда бы мы были гораздо умнее уже сегодня. Но мы просто часто задаем, а последних ответов не знаем. Такое у меня ощущение. Ну, тогда можно предположить, что они туда спускаются, но спустившись, это необходимо, да, для поднятия искры, но спустившись, они там теряют все ориентиры, да, и перестают понимать, когда нужно возвращаться. И возможно, что они не понимают, когда нужно возвращаться, как раз из-за того, что им не хватает свойства Иуды, да, которые как раз находятся в земле Израиля, да, и вот им нужно соединиться с Йосефом. Ну, нет, подожди, Иуда, он же в Египет спускается, это нормально. Всех спускает в Египет, это тоже нормально. Но в какой-то момент, это выходит уже за рамки, когда-нибудь. И рабство это тоже было запланировано. Вот дальше есть какие-то, так сказать, сомнения, где это переходит в родницу, да. Так, продолжим? Да-да. По обсуждаемому вопросу нам достаточно понять, что две тысячи лет Мошех могли закончиться немедленно. Однако, из-за того, что человечество не было готово, и из-за чрезмерного свойства милости Авраама, Йосефа и Моше, мы ждем и надеемся на избавление до сего дня. Это ожидание. Две страны есть. С одной стороны, у них есть чрезмерная милость. Они просто видят народы в розовом свете, через розовые очки, а с другой стороны, народ не готов. С одной стороны, нужно ими заниматься, а с другой стороны, не смотреть на них через розовые очки. Вот как это совместить, например, сегодняшней политической реальности, трудно себе писать. Но, смотри, вот Равушельке, по-моему, у него что-то получается. Правда. Ну, как бы, то, как он рассказывает, конечно, да, если бы все его послушали, вот это, наверное, и было бы избавление. Нет, но то, что он в контакт вошел с лидерами всякими арабскими, тоже поразительная вещь. Все, что от него зависит, он делает, похоже на то. Да. Он не первый такой. Я не буду говорить о прекраснодушных наших лебов, которые, в общем, ничему не помогли, наоборот, чаще их помешали. Но, например, вот такие же попытки связаться с арабскими лидерами, когда-то делал Рав Минахин Фрумин, Захонолев Рахат. как раз житель поселка, в котором я живу, очень интересный и своеобразный рад. И в то время, я просто хочу сказать, что время-то не изменилось, потому что в то время многие считали его просто каким-то чудиком. Он ездит в Карапат, он там левак какой-то, то есть, какие бы слова были. А про Рав Шердин, я думаю, сегодня уже не говорю. Это уже прогресс общества. Ну, здорово, когда есть прогресс. Я думаю, да. Потому что все постепенно как-то как-то меняет свое обличие. Подход и выравнивается, устанавливается. мы потихоньку только двигаемся. Ну, есть такое ощущение. Это ожидание избавления очень длительно и демонстрирует поразительное долготерпение со стороны Бога, поскольку Он более четырех тысяч лет ждет, когда же потомки Каина поднимутся. Эта концепция Тора описана нам в двух разных ритмах. Ритм шесть седьмых, подобно шести дням творения, которые завершаются седьмым днем субботой, и ритм три четверти. Это ритм, который отсчитывается на раз-два-три, завершается его дополнением на цифре четыре. Абрам породил Исхага, который породил Якова, и когда последний породил Ягуду, процесс мог бы закончиться, будучи дополнен этим четвертым потомком. Тому дописывает это словами, проводит еще и еще раз. Когда человек грешит дважды, ему прощают, третий раз его ставят в положение ожидания, однако в четвертый раз путь к раскаянию перед ним закрывается. Это повторение греха снова и снова указывает на то, что грех стал для него привычкой, и тогда тому, кто говорит Я согрешу, а потом раскаюсь, согрешу и раскаюсь, не дают раскаюсь. Как сказано у пророка Амоса, так сказал Господь, за три преступления Иуды и за четыре не отвращу я гнева от него. Похожий процесс происходит на положительной стороне. Длительное удержание какого-либо предмета или повторение заповеди три раза подряд ведет к приобретению права на этот предмет или к созданию обычая. Эта ситуация называется приобретением права. На уровне народа Израиля исправление Авраама Ицхака Якова завершает формирование идентичности народа Израиля. Однако четвертого Машеха сына Йосефа и Машеха сына Давида ждут до конца времен и ждут всего человечества. Это сложный для понимания парадокс. Мы ждем нашего Машеха однако на самом деле он ждет народа мира. Почему народы мира задерживаются? Скажем так причина в евреях. стоп сделали небольшой круг ну то есть как бы одни Машеха ждет одно от другого зависит и все замыкаются друг на друге. Интересно такой момент круговое влияние. Иногда есть такие процессы я просто сейчас подумаю об этом это может быть совершенно неактуально к этому месту поскольку мы сейчас нарисовали такой круг что народы мира зависят от евреев и евреи от народа мира. Есть такие процессы и они в общем-то взяты из электроники это называется положительная обратная связь. Когда есть сигнал подается на какой-то прибор а потом выход из этого прибора он передает сигнал снова на вход увеличивая сигнал регулируя сигнал входной то есть входной сигнал увеличивается и реакция увеличивается и такие процессы есть еще в биологии в истории в социологии в разных местах когда есть два процесса когда один влияет на другой позитивно и другой влияет на первый тоже позитивно и тогда процесс начинает распручиваться очень быстро и происходит перемена информации изменения в эволюции и так далее во многих сферах это фидбэк называется ложительный и возможно здесь тоже понимает в такой ситуации даже небольшой какой-то вдруг скачет проблема в том что мы ходим по кругу не увеличиваем ничего мы народы израиля они нас не любят ну и так сказать сами по себе мы пытаемся как-то оправдаться если посмотреть на последние политические политические процессы которые происходят в последнем прошлом веке сейчас все так похоже все очень похоже в ООН нас опять осудили евреи и так далее и так далее что бы там ни происходило как будто одна и та же схема продолжает работать а представь себе только что вдруг будет какой-то скачок если такой скачок будет то он может задействовать вот эту вот положительную обратную связь и вдруг может случиться довольно быстро мы достигнем какого-то более серьезного продвижения перейдем на другой уровень это чисто моя фантазия на этом месте просто меня это напомнило то что он вот так закрутил рамушки на земле я подумала что это позволяет миру продвинуться неожиданно существенно такое у меня ощущение да интересно нам придется остановиться если у тебя дальше есть урок ой да там меня ну вот мы не дошли до того что было обещано но мы в следующий раз обязательно до этого дойдем начнем говорить о потомках шета и поскольку Андрей надо уже платить если у кого-то есть вопросы тогда запишите напишите нам в чат или начнем с ним в следующий раз по-моему было много разных таких может быть не совсем понятных и не совсем очевидных аспектов взаимоотношения Израиля и народа поэтому я предлагаю подумать и подумать разговор в следующий раз спасибо всем за участие да очень сильный урок спасибо Нахама да спасибо 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 вам и увидимся до свидания всего доброго спасибо хороших новостей